Новое видео выходит каждый день в 20.00 В данной серии видеороликов, кажется мы стали забывать, я постараюсь напомнить тебе о зашкварах твоих любимых ютуберов, про которые ты мог забыть, либо вовсе не знать. Поэтому приятного тебе просмотра. Кажется я стал забывать про то, какие форматы у меня есть на этом канале. В последнее время тут выходили только какие-то, знаете, вот эти вот новостные или какие-то разговорные ролики. Я не думаю, что вот ролики, где я просто пизжу, так сказать, рассказываю вам о каких-то новостях и после этого высказываю свое мнение, можно назвать новостями. Скорее нет, скорее я просто, знаете, как какой-то вот этот вот комментатор на диване из нашей Раши. Я такой типа сижу, такой вот эта вот новость, там проект какой-нибудь проект хуйня, там допустим вот эта вот новость какой-нибудь там самп ютубер, самп блогер, самп прочий деятель. Типа вот он тоже хуйня, вот. И все вот эти вот видеоролики, я не думаю, что их можно назвать каким-то вот этим, вы знаете ли, новостным творчеством, новостным талантом, там каким-нибудь еще. Какой-нибудь вешью, однако ладно, вешью, блять, похуй. Однако, ладно, сегодня я немного обсужу с вами, что бы вы думали, Diamond Roller Play, напомню вам о том, как они когда-то давненько наебали одного ютубера на бабки. Если вы знаете, что это за ютубер, можете написать в комментарии по данным видеороликам, потом вы такие типа угадаете, типа, ебать, я угадал, классно, или типа такой, ебать, блин, я не угадал, но я сейчас типа напишу еще один комментарий, а тот удалю. И скажу, что типа, ебать, я угадал, вот, и все такое, и там прочее, там, пятое, десятое. Хотя лучше не удалять комментарий, потому что вы знаете, абсолютно любой комментарий, без разницы, что вы там напишите, он продвигает видеоролик, поэтому можете написать практически все, что угодно. Только там, чтобы хоть немного было связано. Да я ни к чему, опять же, не призываю, мне правилами ютуба запрещено это делать. Однако, ладно, если можете, хотите, есть желание, там, еще что-то сделать, можете нечто подобное сделать. Однако, ладно, однако мы здесь сегодня собрались не для этого, мы сегодня собрались с вами здесь для немного других вещей, однако тут тоже будет нечто подобное. Дело в том, что существует такой проект, Diamond Roleplay, у них существует там несколько серверов, там существовало, они вот недавно закрыли там некоторые сервера, открыли еще один, вот. И значит, у них, как у любых нормальных проектов в GTA Samp, существует своя рекламная политика, своя рекламная кампания и все такое есть, так сказать, свои нормы того, как должна проводиться эта самая рекламная кампания, свои правила того, что должно быть там в рекламной кампании, что не должно быть в рекламной кампании. И, в общем-то, вот эта вот самая рекламная кампания, это, наверное, одна из самых худших рекламных кампаний с точки зрения ютубера. То есть, если ты ютубер и ты хочешь сотрудничать с каким-то проектом, Diamond Roleplay для тебя это полнейшее рабство. То есть, это в самом деле, это полнейший пиздец, потому что, ну, иначе я это описать не могу. Вы можете посмотреть на то, в каких условиях находится ютубер Diamond Roleplay, что они там реально как в каких-то вот этих вот рабских заточениях, рабских колониях какой-нибудь там вот этого, знаете ли, колониальной Англии там или еще каких-то вот этих вот серверов GTA Samp или проектов GTA Samp или там Англии или еще чего-то. Так вот, дело в том, что не так давно пока еще неизвестный ютубер по GTA Samp, по Брайан Фьюри, он сотрудничал там с разными проектами, там, Advanced Roleplay, Aurora Roleplay, там, прочие какие-то вот эти хуйни ебливые, да, типа, которые почему-то называются серверами, хотя от серверов там, ну, максимум какая-то концепция того, как все это должно выглядеть, так как, ну, это полное говнище, будем честны, это не сервера. И вот, казалось бы, он нашел какой-то более-менее нормальный проект для своей игры, для съемки каких-то своих летсплеев, где за это еще и платить будут. Как вы знаете, снимать ролики это как бы ни хуй моржовый сосать, это такой, знаете ли, труд, как это многие называют, однако для меня это достаточно легко, я делаю ролики каждый день в 20.00, подпишись на канал, я блогер, там, я сампер, я рэпер, я рэпер, 17IB, вот, и все-все-все-все-все прочее, о чем вы только можете. В данном случае подумать. Так вот, дело в том, что всем намного легче делать стримы, чем какие-то видеоролики, ролики там изредка, а вот стримы можно делать прям вот каждый день, если ты уже там живешь один, если ты как-то вот независим от родителей, если у тебя как бы квартира в полностью твоем распоряжении, никто тебе не будет мешать, в том числе там какие-нибудь соседи или прочие люди, то ты, в принципе, можешь стримить, разумеется. Он обговорил с Diamond Roleplay, вот с этим вот сам Лысым из Даймонда, как он его назвал, вот, и со всем прочим человеком, в общем-то, он все это обговорил, все сказал там. И вы знаете, в чем проблема? Обговорилось только количество видеороликов, количество стримов не обговорилось. Соответственно, Брайан Фьюри подумал, что, ну, это, в принципе, так и было, что может делать неограниченное количество стримов. И, в общем-то, сделал там большое количество стримов, то ли там 8, то ли 10, то ли 12, 15, 16, 18, 25, неважно. В общем-то, он сделал достаточно большое количество стримов, после этого, как бы, конец недели он отправляет вот эти вот самые свои видеоролики, плюс стримы на оплату. Ну, и вот этот вот самый Лысый из Даймонда, как его назвал, опять-таки, Брайан Фьюри, это был бывший пиар-менеджер вот этим вот Лысым из Даймонда. В общем-то, он отправляет свои видеоролики и свои стримы вот этому вот самому менеджеру Даймонда и говорит, типа, вот, оплатите там, допустим, роликов там так, как договорились, а стримов там, допустим, ну, штук 8, да? И ему говорят, нет, нет, Брайан Фьюри, так, у меня был звук ВК, если вы этого не слышали, возможно, вполне возможно, вы этого не слышали, тогда не важно. Если вы это слышали, то, ну, в общем-то, ладно, не важно, это абсолютно-таки точно не важно. Так вот, они, я, типа, ему он скинул вот эти вот самые ролики, стримы, и вот этот вот самый Лысый из Даймонда такой говорит, Хм, Брайан Фьюри, я, к сожалению, не знаю, как его зовут, Максим там, Коля, Петь, неважно, в общем, он говорит, Брайан Фьюри, слушай, мужик, парень там и так далее, он говорит, типа, ебать, почему стримов так много, типа, это ж пиздец, мы столько стримов оплачивать тебе не будем. Брайан Фьюри, как бы, как и полагается нормальному GTA-самп-ютуберу, возразил, мол, ебать, схуя ли, ёпта, баня-то упала нахуй, ёпта, бля, нахуй, мы ж не договаривались, сколько нужно, так сказать, стримов-то делать, мы ж не договорились в этом, поэтому давайте сейчас оплатите мне вот эти вот самые стримы, которые я сделал, а потом уже там со следующей недели или когда-нибудь в следующий раз, я буду, так сказать, уже знать вот эти вот все грани, то, сколько я могу делать, то, сколько я не могу делать стримов и всего прочего, вот, и, значит, ну и всё, и как бы разойдёмся мирно, там, я буду дальше сотрудничать, вы там будете дальше получать себе игроков онлайн и всё прочее, и вот этот вот самый лысый из Даймонда, так его, если что, Брайан Фьюри назвал, он такой, типа, ебать, да нет, типа, нахуй ты нас обворовываешь, бля, ты хочешь нас обмануть, обворовать, ебать, мы настолько стримов не договаривались, там, пипец, типа, не надо и так далее, и, в общем-то, Брайан Фьюри, типа, там, спорил, спорил, спорил с ним, по итогу, всё пришло к чему? К тому, что атаки ему не оплатили вот все те стримы, которые он сделал, и после этого Брайан Фьюри, опять-таки, ушёл то ли там на Аврору, то ли ещё на какой-то проект, это не имеет особого значения, он, в общем-то, ушёл и заснял видеоролик, в котором рассказал обо всей этой ситуации, говорит, мол, ебать, этот лысый, 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 блядь, вот этот вот гад, вот эта вот тварь, лысый из Даймонда, блядь, лысый, с этого, с PR-менеджера и так далее, мы с ним не обговаривали количество стримов, а он, ёпта, вот так вот нахуй сделал, как же так, пацаны, помогите, я хотел с вами нормально играть, привлекал вас, сделал классные стримы, годные видеоролики, всё было прямо хорошо, а сейчас тут получилось вот, именно вот такое вот всё, пипец, как теперь быть, как нам жить, что нам делать вообще, и вот так вот. Вот, в общем-то, на Брайана Фьюри мне как бы похуй, я отношусь к нему абсолютно нейтрально, а к Даймонду, как вот к проекту, как к игровому моду, я отношусь положительно, хорошо, скажем так, не негативно и не нейтрально, как бы я более, стрелочка как бы поворачивается, понимаете, вот если вы выкупаете, я как бы отношусь к нему нормально, мне кажется, что это как бы улучшенная версия Advanced Roleplay, и мне кажется, что Advanced Roleplay, если бы за рулём у Advanced Roleplay не были вот эти вот самые ебланы, то Diamond Roleplay это вполне мог бы стать Advanced Roleplay, вот образца 2019-го, там, 2018-го года и всего прочего, поэтому уяснили, я к Даймонду отношусь более-менее нормально, мне этот проект не то чтобы, просто, я бы на нём снимал, я бы на нём играл, если бы, если бы, там была бы нормальная вот эта вот рекламная политика, да, там сейчас взяли вот этого вот Search One, вот этого Play With Search, Play With вот этот вот самый человек, там, в общем-то, снимал раньше CS, сейчас перешёл там на Samp, стал вот этим вот PR-менеджером, не знаю уж, уж я не знаю, как там всё вот это вот с Play With Search, как у них там происходит сотрудничество, но мне кажется, что тут смена PR-менеджера не поможет, тут проблема в самом руководстве, в том, как они видят, рекламную политику своего проекта, а видят они её достаточно проблематично, достаточно лично для меня непонятно вот вообще, как они об этом говорят, вы мне сейчас можете возразить, можете вы мне сейчас сказать, мол, слушай, а ведь вот этот вот сам митинг, ТВ, лайк, гейм, шоу, ченнел, дают 255 тысяч фрагов на одном копте, после чего сдыхаю, поставь лайк, подпишись на канал, ведь он же-то, он же ведь сотрудничает с Даймонд Роли Плей, неужто ты хочешь сказать, что вот, как бы у него другие условия сотрудничества, да, у него другие условия сотрудничества, потому что он, я вам хочу напомнить, связан с иллюминатской ложей иллюминатов, он, Карль Квор, у которого треугольное очко, я это официально подтвердил в одном из своих предыдущих видеороликов, если мало ли не смотрели, если мало ли не знаете, что там, как и где, то, в общем-то, да, в общем-то, вот так вот, и вы еще можете, как бы, послать нахуй Артура Митина ТВ, лайк, гейм, шоу, ченнел, у нас вот сейчас проходит такой челлендж, вы можете послать Артура Митина нахуй, прикрепить скриншот к посту, там, вконтакте моему, вот, можете добавиться в друзья вконтакте, всех добавляю, все делаю, как бы, более-менее нормально, однако, ладно, всем спасибо за просмотр данного видеоролика, так сказать, не снимайте на арабском Даймонд Роли Плей, снимайте на других проектах, на которых условия сотрудничества лучше, всем спасибо, всем пока!